Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, Безусловно, оппозиционный блок поддержит данную социальную инициативу. И, конечно, нас радует, что за последние полтора года Министерство социальной политики впервые подает проект, который направлен на социальную защиту людей. Обижает, честно скажу, другое, что данный проект касается только 719 человек в нашей огромной стране. 719 человек. Безусловно, мы их защитим и поддержим данный проект. Но на чем настаиваем мы сегодня? Мы настаиваем на том, чтобы Министерство социальной политики и правительство срочно внесли в законопроект парламент изменения в бюджет, касающиеся индексации пенсии и заработных плат. Потому что такими подачками, которыми вы сегодня пытаетесь как-то успокоить людей, у вас ситуация не выйдет. Люди сегодня не могут прожить на ту минимальную пенсию, минимальную заработную плату, которую второй год в нашей стране не пересматривают. Сегодня инвалиды первой, второй группы, инвалиды третьей группы не в состоянии купить себе лекарства, не в состоянии заплатить за тарифы, не в состоянии сегодня хоть как-то прокормить свои семьи, потому что те минимальные выплаты по нетрудоспособности, они не способны человеку дать возможность хоть как-то себя вылечить. Цены в аптеках растут. И мы настаиваем на том, чтобы мародерство на цены, на лекарственные препараты было остановлено. Мы настаиваем на том, чтобы социальный пакет защиты по необходимым группам лекарств был предоставлен нашим инвалидам, чтобы защитить сегодня людей и дать возможность им вылечить себя, пролечить себя и пройти курсы реабилитации. Поэтому настаиваем, чтобы правительство срочно провело индексацию пенсии заработных плат, индексацию выплат инвалидам и прекратило мародерство цен на... Продолжение следует...